Приветствую вас, мои дорогие любители экстремального спорта! И что-то давно у нас не было обучающих видео на разного рода элементы, а раз так, надо бы исправлять эту ситуацию. Всем, кто сейчас ест, приятного аппетита! С вами Гриша Анфиловьев, с вами ПК ФР Туториалс. Сегодня мы научимся такой элемент, как стрекосат. Погнали! А перед просмотром этого обучающего видео, я рекомендую вам посмотреть прошлый выпуск ПК ФР Туториалс и узнать, как же делать волфлип. Нам это пригодится. Как и при обучении на волфлип, нам понадобится какое-либо наклонное препятствие, примерно высотой нам по колено. И абсолютно так же, как мы делали с волфлипом, нам понадобится научиться от этого препятствия с места. Делать фляг. После чего мы учимся делать этот фляг с разбега, как мы делали в волфлипе. После этого мы делаем его наверх и пытаемся взять группировку, сделать сальто. В принципе, тот же самый стрекосат, но от наклонной плоскости. Теперь все, что нам требуется, это уменьшить градусную меру угла препятствия, от которого мы с вами исполняем этот элемент. И можешь не беспокоиться, мой дорогой девятиклассник, от такого понижения градуса блевать ты не будешь. Говоря простым языком, нам просто нужно будет уменьшать наше препятствие до тех пор, пока мы не сделаем с ровной поверхности. В принципе, на этом можно было бы уже закончить, если бы не было технических тонкостей в исполнении данного элемента. Разберем самые частые ошибки новичков при исполнении стрекосата. Самая первая и самая, наверное, распространенная ошибка, это когда вы до самого конца пытаетесь выполнить мах ноги. Этого делать не нужно. Почему? Сейчас объясню. Когда вы начинаете выполнять мах полностью, до самого конца тянете ногу, корпус начинает разворачивать. И в принципе, это физиологически правильно. Но с акробатической точки зрения это будет некрасиво, потому что ваше сальто начнет идти боком. Поэтому нам хватит 2 третьих амплитуды нашего маха. Мы махнули и дальше просто подтаскиваем ноги в группировку. Вторая ошибка новичков при исполнении данного элемента, это или слишком быстрый, или слишком медленный разбег. Объясню, почему разбег так важен. Если вы наберете на разбеге слишком большую скорость, то ваш стрекосат станет просто неуправляемым. Если же вы наберете слишком маленькую скорость при разбеге, то вам будет ужасно тяжело его делать. Ну и наверное, одна из самых вообще распространенных ошибок, да и не только на этом элементе, это закинутая голова и мах руками даже не в половину амплитуды. При выполнении стрекосата мах ноги и мах руками выполняется одновременно. При этом голова стремится остаться на груди. Вот теперь все технические тонкости нами учтены. Все, что следовало вам рассказать, я вам рассказал. Теперь можете допивать чай, дожевывать бутерброды и идти смело учиться. Все получится. С вами были ПК ФР Туториалс. С вами был я, Гриша Анфилофьев. До новых встреч в следующих туторах. Субтитры сделал DimaTorzok